Два уникальных храма Подмосковья расположились в Коломенской глубинке, в старинных селах со странными названиями Прусы и Шкинь. В Шкинь здесь в свое время, ну пару тысяч лет назад, находилось небольшое селение рыбаков федоугорских. Что касается Прусс, то это, скорее всего, связано с полнославянским племенем Пруссов, которых к этому времени вытеснили из их родной Пруссии. Церковь пророка Ильи в селе Пруссы знаменита тем, что является первым шатровым храмом, построенным в Коломенском крае еще царем Иваном Грозным в честь успешного похода на Казань. Сегодня храм возрожден в своем первоначальном виде. Произошло чудо Божие, он преобразился в церковь, которая является как невестой Христовой. Он и сейчас смотрится белый, как в фате такой стоит очень красивый храм. Поражает приезжающих в Шкинь паломников и просто путешественников огромного размера храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Он был возведен в конце 18 века известным вельможей того времени Гавриилом Бибиковым. Он основал храм еще и как храм искусства. Вот на этой паперти была сцена, с которой выступали с концертами и с театральными представлениями. И, как написано в источниках, сюда съезжалась вся Москва. А собрал средства на внутреннее убранство этого величественного храма простой блаженный Данилушка. Могила его почитаема жителями села и гостями. Это единственный случай, я, по крайней мере, такого другого случая не знаю, когда нищий Блаженный выступил одним из благотворителей храма. Колонны и ее окрестности считаются популярными туристическими маршрутами. Еще бы здесь огромное число древних храмов и монастырей с удивительной захватывающей историей, а их архитектура не уступает блестящим памятникам Европы. Недаром же Сергей Есенин, воспевая подвиг рязанского воевода Евпатия Калаврата, место его легендарной битвы с Батыем перенес сюда, под Колонну. Незаря течет за Колонную, и пожар стоит над Путиною, бьются соколы-дружиннички, налетая на татары. А еще, как говорят историки, под Колонной жил древний балтийский народ прусы. И что здесь частенько бывал сам царь Иван Грозный. Так что, когда вы в очередной раз соберетесь в Колонну, не поленитесь и, не доезжая до нее, поверните направо, в сторону сел со странными названиями Шкинь и Прусы. И, уверяю вас, вы совершенно по-другому посмотрите на нашу отечественную историю. Сегодня мы расскажем вам о храмах, которые стоят в этих селах, и которые вас невероятно удивят. А начнем мы его с древнего и просто уникального храма Коломенской земли в честь пророка Ильи села Пруссы. Можно предположить, что ее строительство связано все-таки с Казанским походом. Потому что на том пути, по которому шло войско Ивана Грозного на Казань, был выстроен ряд шатровых памятников. И прусы, один из них, очень архаичный, я вам скажу. Нет вот этого обычного для шатровых памятников переходного восьмеряка, переходного объема. То есть этот мощный шатер, он опирается сразу на куб храма. Он представляет собой настоящую жемчужину, настоящий шедевр, исполненный глубокой символикой и исполненной глубокой историей. В один из красивейших и загадочных уголков Подмосковья, село Пруссы, отгородившегося от всего остального мира и спрятавшегося в глуши, можно попасть только через село Шкинь и никак иначе. Добраться сюда из Москвы можно на общественном транспорте от станции метро Выхина автобусом номер 460, следующим в Коломну. Или на электричке с Казанского вокзала до станции Галутвин. Далее от автостанции Старая Коломна до села Шкинь можно доехать на автобусе номер 25. Чтобы попасть в село Пруссы, вот отсюда от не менее уникального храма в честь сошествия Святого Духа на апостолах в селе Шкинь, необходимо перейти по мостику, который перекинуто через речку Северка, а уж затем идти по проселочной дороге вверх по Косогору. И только через полтора километра среди деревьев засияет шатровый купол древнего Ильинского храма, судьба которого тесно связана с историей самого села с любопытным названием Пруссы. Это, скорее всего, связано с полнославянским племенем Пруссов, которых к этому времени вытеснили из их родной Пруссии. Мы знаем, что такие города, как Берлин, нынешний Берлин – это славянский город, Пруссия – это славянское название. Но вот немцы их ассимилировали, а часть отошла на восток. Очевидно, здешние Пруссы были местом компактного проживания вот именно этой народности. Исторические документы свидетельствуют, что в 1550 году царь Иван Грозный, 150 четвертей своего поместья в Московском уезде, куда входили шкини Прусы, пожаловал своему любимчику и полному тезке Ивану Васильевичу Шереметьеву за верную и доблестную службу. И воевода сделал эти земли процветающим имением с деревянной церковью. В 1577 году, во время осады Ревеля, воевода Иван Шереметьев героически погиб. И его наследники продали село Коломенскому епископу Давиду. Тогда-то начинается бурное развитие Прусс, как ярко выраженной епархиальной резиденции. А сам храм представлял собой духовный центр своеобразного такого епископского замка. Следы вот этого епископского пребывания, они сохранились внутри храма. Над горним местом можно видеть фрагмент старинной лепки, митру архиерейскую. То, что пруссы обрели статус летней резиденции Коломенского иерарха, сыграло важную роль в расцвете села и в благоустройстве ее церкви, построенной уже в камне. А в то время, даже в крупных городах, каменные церкви были редкостью. Епископ Давид – примечательнейшая личность церковной истории. Он стал коломенским архиереем в 1571 году. В том же году он ручался, то есть нес ответственность перед Иваном Грозным и сопровождал его при въезде в Великий Новгород, что было очень опасно для царя, который незадолго до этого разгромил вольный город, казнив огромное число жителей, включая даже женщин и детей. Государь настолько благоволил епископу Давиду, что даже лично пригласил его участвовать в церковном соборе 1572 года, который разрешил Ивану венчаться четвертым браком с Анной Колтовской. Правда, через полгода красавица царю наскучила, но это уже, как говорится, совсем другая история. Церковь в Пруссах напоминает, правда, в значительно уменьшенном виде, знаменитый шатровый храм в честь Вознесения Господня в Коломенском, возведенный еще отцом Ивана Грозного великим князем Василием Третьим. Принято считать, что шатровые храмы – это исключительно русское явление. Как ни парадоксально, вот это явление, максимально адаптированное в России и считающееся чисто русским приемом, оно исходит от итальянцев, от времени Ивана Третьего, Великого, который пригласил итальянцев для строительства Московского Кремля. И вот первым шатровым храмом является, конечно, знаменитая церковь в Коломенском, в княжеской резиденции. Позднее вот эти вот шатры, они пошли, пошли по всей Руси. Основа всех каменных шатровых храмов была примерно одинаковой. Четверик, на который ставился небольшой восьмерик, служивший опорой для высокого восьмигранного шатра. Каждый шатровый храм, он символизирует храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Он же такой пирамидальный по своей структуре. И средневековые конописы, средневековые зончи, средневековые мыслители воспринимали любой такой храм именно как каменную икону вот этого первого храма. Ну и, конечно, взлет вот этого шатра и снаружи, и изнутри. Он поражает и возносит ум и сердце горе. Когда вот глянешь изнутри в этот сияющий святоносный крест вверху шатра, сердце просто выскакивает из груди и стремляется туда, вверх. Конечно, невольно приходят на ум слова молитвы и слова хвалы Господа. Уникальность небольшой церкви в селе Пруссы состоит еще и в том, что она сохранилась до наших дней и после того, как шатровый стиль был запрещен, реформой патриарха Никона как не соответствующей церковному чину. Это, в общем, послужило к некоторому застою в нашей архитектуре. Но, слава Богу, шатровые храмы, которые сохранились до этого времени, не стали разрушать и перестраивать. Прусский храм, он сохранился примерно в тех же формах, что и в XVI веке. Ну, если считать позднейших пристроек XVIII-XIX века, трапезной церкви, но они, конечно, не соответствовали высокому силе этого памятника. В советское время эти пристройки были разрушены, ну, может быть, даже и к лучшему. С одной стороны, для людей, может быть, покажется странным, но я бы хотел, чтобы храм остался, как он сейчас есть, как в первоначальном виде. Потому что со временем, да, действительно, была пристроена трапезная часть, потом была пристроена деревянная колокольня. Но вот на данный момент это уникальная возможность увидеть тот храм, который был построен времен Иоанна Грозного. Произошло чудо Божие, он преобразился в церковь, которая является как невеста Христова. Он и сейчас смотрится белый, как в фате такой стоит, очень красивый храм. Возвращенный Русской Православной Церкви в 1993 году и окончательно восстановленный в своем уникальном первозданном виде «Храм Ильи Пророка в Пруссах» был освящен митрополитом Крутицким и Коломенским ювеналием 14 сентября 2016 года. На Руси первый храм в честь пророка Божия Ильи возвели в Киеве еще до ее крещения в начале IX века при легендарном князе Аскольде. И равнопостольная княгиня Ольга возвела храм пророка Ильи на севере своего княжества в селе Выбунде. Храм в Пруссах уникален тем, что таких шатровых храмов с подобной древнерусской архитектурой здесь, на Коломенской земле, сохранилось лишь два. Еще один шатровый храм Успения Пресвятой Богородицы находится в Бруссинском женском монастыре в Коломенском Кремле. Храм строился коломенскими строителями. Сейчас у меня есть небольшая коллекция кирпичей, которые остались вне удел, но я их взял для музея. На некоторых кирпичах даже видно, как их кирпичи делали, то есть вмятины от руки. Поэтому для меня это очень дорого, что строители, которые все это делают, это ручная работа. Это вызвало поэтическое вдохновение. У меня, я написал стихотворение «Камень из прусы». Легла трава залоченным у брусов. Горит шитьем осенняя пора. Вздувают к небу каменные прусы, корону восьмигранного шатра. Безмолвный храм. Ильинская руина. Давно сошли в могилу старики. Но упавший из стены кирпич старинный. Заметил след невидимой руки. За плотной тьмой пяти его столетий Строители развеялись в опрах. Но вот кирпич. И в глине пальцы эти. Немая весть о давних мастерах. И не руки мы видим отпечаток, А времени пронзительного взгляда. На ветхой плинфе. Древняя десница. Рукопожатие нам через века. Белоснежную каменную церковь пророка Ильи в прусах, конечно, величественной не назовешь. Но и ее архитектура, и ее история вызывают у вдумчивого посетителя восхищение не меньшее, чем построенный в более позднее время роскошный храм сошествия Святого Духа на апостолов в соседнем селе Шкинь. Своим грандиозным видом он напоминает знаменитый Троицкий собор Александра Невской лавры Санкт-Петербурга. Сегодня вы узнаете, каким образом этот двойник легендарного собора оказался за тысячу верст от Северной Пальмиры в заброшенном уголке Подмосковья в селе с интригующим названием Шкинь. Кстати, ни в одном толковом словаре русского языка даже у самого Даля вы не найдете объяснения этому слову. Думаю, пусть это так и останется красивой загадкой. Село Шкинь стоит на правом равнинном берегу небольшой речки Северки. Его размер определяется всего одной улицей, центральной. Да и жителей здесь немного, около ста человек. Так что огромный, величественный духовской храм смотрится в этой глубинке как некая диковинка. Тимбулы, которые заложены в нашем храме, в частности, вот эти раковины, жемчужницы, которые венчают купол, они символизируют, я думаю, главную идею самого устроителя храма, которую он разделял. Это превращение человека из песчинки в перл. Эту необыкновенную церковь, изумительную по своей царственности и красоте, возвел в подмосковной глуши генерал-майор Гавриил Ильич Бибиков, ставший владельцем села Шкинь в конце 18 века. Род удивительный. Все представители этого рода достойно вели жизнь и служили Отечеству в разное время. Он-то и решил в своем родовом имении возвести каменный храм. Да такой, чтобы изумить пресыщенный московский свет. И ему это удалось. Прошло два века, а изумлению и восхищению по-прежнему нет предела. Этот храм начали строить как некую реплику Троицкого собора Александра Невской лавры Санкт-Петербурга в 1794 году. И представьте, здесь, в тихой скромной Шкине, вдруг закипела жизнь. Несколько артелей трудились над созданием грандиозного собора и построили его всего за шесть лет. Так быстро подобные храмы-колоссы даже в обеих столицах не возводились, не говоря уже о провинциальных городках и тем более селах. У Бибикова, скорее всего, был замысел построить в Шкине роскошное имение, которое превзошло бы по роскоши его знаменитую Гребневскую усадьбу. А начать он решил, естественно, с храма. Гаврил Ильич Бибиков при строительстве храма, это был век просвещения, это был очень интересный век, он основал храм еще и как храм искусств. Вот на этой паперте была сцена, с которой выступали с концертами и с театральными представлениями. И, как написано в источниках, сюда съезжалась вся Москва. В Духовской церкви было два предела. Архистратига Михаила и мученика Флора и Лавра. С запада на восток храм имеет протяженность в 40 метров. Это одна из крупнейших вообще построек Колумбинского края. Огромный, трехпрестольный, с двумя мощными пределами, с великолепной ратонной, украшенной световыми ярусами в пять светов. Храм залит светом, он купается в этом свете. Потрясающее сочетание греко-римской архитектуры в нашем сельском ландшафте. Вот это вот уникальная история. Вот эта громадина, она была построена в окружении чисто русского ландшафта, причем сельского ландшафта. Представить себе ощущение тех людей, которые жили в домиках, которые во многих случаях даже топились-то по-черному еще дома. И видеть эту римскую архитектуру у себя из окон, вот что рождалось в этих головах, интересно узнать. Здание церкви с деталями из белого камня в архитектурной композиции восходит к образцам базиликальных храмов. Оно построено в стиле классицизма и относится к редкому в России типу двух колокольных церквей. Первым строителем двухбашенных храмов в России это был Петр Первый. Он еще в 1703 году построил первый вот такого типа храм. И, в общем-то, эта мода, она была поддержана Екатериной. Собственно, Екатерине Великой и обязана село появлением такого уникального храма. Центральный объем внутреннего пространства храма представляет в схеме крест с массивной ротондой, которая опоясана рядом полуколонн и завершается широким куполом-полусферой с люкарными и зубчатой коронкой наверху. Над западным входом в трапезную по бокам поставлены высокие башни-колоколин, квадратные в своем основании. Не менее прекрасно выглядит и убранство первого яруса центральной части храма. С севера и юга к ней примыкают высокие портики с фронтонами, поддерживаемыми четырьмя колоннами каждой. Алтарный же выступ, представленный полуротондой, окружает необычно красивая и изящная колоннада. Гаврил Ильич умер и село переходит к его сыну Дмитрию Гавриловичу. Впоследствии он стал большим государственным деятелем, он возглавлял Киевскую, Волынскую и Подольскую губернию, был генерал-губернатором этих губерний в течение почти 10 лет. И три года он был министром внутренних дел Российской империи. И очень долго великолепный внешний храм оставался без росписей. Так, быть может, все бы и осталось, если бы не один странный человек, блаженный Данилушка. Это и есть могилка блаженного Данилушки. Он еще не прославлен Русской Православной Церковью как святой, как еродивой, но в этом ли дело? Главное – память, любовь, почитание. И этот простой, блаженный, сейчас его назвали бы нищим, бродягой, попрошайкой. И собрал деньги до того, чтобы в огромной Духовской Церкви появилось чарующее великолепие внутреннего убранства. Любопытно, что он происходил из старобряческой семьи, и не просто из старобряческой, а такой, знаете, матерой семьи раскольников, агрессивной семьи. В конце концов, он сбежал из родительского дома, потому что родители его били, морили голодом, холодом, заставляли, так сказать, посещать это свое псевдобогослужение. У него уже тогда был очевиден дар еродства, и больше всего полюбилась ему Пшинская Церковь. И бродил Данилушка по Коломенским базарам, прося деньги у купцов, которые, впрочем, ему не отказывали, считая человеком Божьим. Он собирал только медные деньги, не брал никаких крупных купюр ни у кого, приносил их за пазухой в этот храм, и в храме высыпал это все на пол. И этой меди у него скапливались целые горы. И вот где-то, ну, раз в месяц, к нему приезжал староста Шкинского храма. Эти здоровенные мешки с медью стаскивали, клали на воз, и он этот воз отвозил, так сказать, к себе, к родному храму. Это поразительно вообще. Совершенно нищий человек, который своей копейки не имеет. На его средства был храм поновлен, расписан, выстроена ограда с воротами, и был слит огромный колокол. И вот этот колокол, так сказать, шкинцы все вот это мужицкой артелью везли от реки в храм и поднимали его. Умер блаженный Даниил в 1884 году и завещал он похоронить себя возле алтарной стены любимой им церкви в селе Шкинь. Помогает блаженный Юродивый восстанавливать духовской храм и в наше время. Об этом говорят сами жители села. После того, как над его могилкой поставили надгробный камень и украсили цветами, дела стали налаживаться. Могила его почитаема нашими людьми, жителями села и гостями. А наверное, это единственный случай, я, по крайней мере, такого другого случая не знаю, когда нищий блаженный выступил одним из благотворителей нашего храма. Мы чувствуем поддержку этих святых. Мы знаем, какими большими трудами достается сегодня такое церковное благолепие, когда порой и помощи ждать нет, когда приходится надеяться только на чудо. Вот такое чудо произошло здесь, в селе Шкинь, где вдруг неожиданно сначала обрели чудотворный образ преподобного Серафима Саровского, а потом появились люди, которые всей душой полюбили это место и полюбили этот храм. А совсем недавно, 8 сентября 2018 года, в Шкине произошло еще одно чудо. В возрожденный, поднятый из руина развалин храм сошествия Святого Духа на апостолов, были принесены мощи святителя и чудотворца Спиридона Тримефунского. 25 тысяч паломников пришло в тот день в Шкинь поклониться великому угоднику. Такого со времен графа Гавриила Бибикова наверное не было. Вот такие уникальные храмы стоят в подмосковных селах со странными названиями Шкинь и Прусы. Один из них повествует о важнейшем евангельском событии, другой связан цветкозаветная история древних пророков. И уж нецели храмы навеяли самому лирическому русскому поэту Сергею Есенину его колуменскую грусть. О, пашни, 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 колуменская грусть, на сердце день вчерашний, а в сердце светит рус. О, край разливых грозных и тихих вешних сил, здесь по заре и звездам я школу проходил и мыслил и читал я по Библии ветров и пас пророк Исайя со мной золотых коров. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»